Друзья, всем привет! Меня зовут Аня. Я рада видеть вас на своем канале о вязании. Сегодня будет видео из рурики. История одного изделия, одной вещи. И эта вещь сейчас на мне. Это футболка из пряжи пехорка жемчужная. Необычный для меня выбор, потому что, во-первых, я очень редко выбираю моточную пряжу. А во-вторых, я очень редко выбираю российского нашего производителя. Но это я пряжу очень хотела попробовать. Давно хотела попробовать. И очень рада, что у меня такой шанс выдался. Выдался он благодаря магазину Мир Вышивки. Я очень рада сообщить, что магазин предоставил нам с вами скидку на первую покупку по промокоду POL. Внизу в описании к этому видео есть ссылочка на сайт этого магазина миркрестиком.ру. И 10% пожалуйста используйте. Смотрите, давайте начнем, наверное, все-таки с кусочков видео, которые я наснимала в процессе вязания вот этой футболки. А уже в конце мы с вами снова встретимся. Я вам расскажу о своих впечатлениях. Я уже успела поносить эту футболку. О впечатлениях не только моих, но и тех, кто видел эту футболку вживую. И слушайте, надо было, кстати, взять у них интервью. Это очень хорошая идея. Но, наверное, идея уже для следующих видео. В общем, давайте посмотрите, как я это все вязала, с какими трудностями сталкивалась, какие у меня менялись в процессе вязания этой футболки решения. В общем, смотрите и возвращайтесь. И еще мы с вами, точнее я, свяжу, надеюсь, что у меня получится. Свяжу футболку из пряжи жемчужная от пехорки. Вот такая вот. Очень красивый цвет. Дальше поближе покажу цвет, фактуру, все-все-все. Теперь давайте к делу. Жемчужная, да, это российская пряжа. Я из российской пряжи очень редко вяжу, скорее не вяжу, чем вяжу. Но что случилось? Очень много отзывов хороших слышал об этом артикуле. И мне захотелось попробовать. Как-то не очень хороший ракурс. Видите, я снимаю на руках, но надеюсь, что тоже будет неплохо все видно. Это вот пряжа жемчужная пехорка. Называется цвет Венерин башмачок 519 номер. Здесь у меня 100 грамм в одном мотке 425 метров. И это пополам хлопок и вискоза. Цвет я выбирала, естественно, сама. Выбрала вот такой вот голубой. И сейчас поближе покажу, как смотрится полотно. Вот у меня уже, видите, сделан образец. И мне нравится, очень нравится, как эта нить смотрится в готовом полотне. Потому что необычная такая фактура. Если внимательно посмотреть... Вот, вроде сфокусировался. Если внимательно посмотреть, присмотреться, то здесь одна нить состоит из четырех. Две из них это хлопок, две из них это вискоза. И видите, такой эффект создается меланжевый. Но поскольку цвета друг к другу очень близки, то меланж не контрастный. И мне это очень понравилось. Я фотографии хоть и видела в интернете до момента заказа. Но, тем не менее, вживую, естественно, это все смотрится иначе. Сейчас давайте образец вам покажу. Когда я думала, что же вязать из этой пряжи, то у меня на самом деле не то, что прям образы шли в голову. Но я поняла только одно. Поскольку пряжа летняя, пряжа не с шерстью. Соответственно, она после стирки особо не поменяется. То есть, если петли будут кривые, то это вряд ли можно будет исправить стиркой. Я подумала, почему бы не связать на машинке вот из этой пряжи. Поэтому вы видите, что образец такой ровный, красивый. И он ровный не потому, что я такая молодец, ровно вяжу, а как раз за счет того, что полотно было связано на машинке. И вообще, в принципе, это видео будет про, так сказать, машинное вязание. Я особо, конечно, не буду рассказывать, что и как я вяжу, потому что вряд ли это будет прям очень сильно интересный. Вязала я на, как я сказала, на машинке четвертого класса LK Silver Reed LK 150. И очень хочу вам показать это красивую полотно. Смотрите, вот за счет вот этой меланжевости в нити очень создается необычный рисунок. Видите, прям то светлое, то темное. Издалю очень красиво смотрится, конечно, издалека цвет кажется более равномерным. Но вблизи, если посмотреть, то видно, что это такой вот меланж. Я уже этот образец постирала. И мне нравится, что, может быть, он немножечко плотноват, может быть, можно было связать и по свободней. Но я решила оставить так, потому что это все-таки будет майка. Соответственно, внизу будет только нижнее белье. И не хочется, чтобы был вот этот топ или футболка. Футболку, скорее всего, я буду вязать. Не хотелось бы, чтобы был прозрачный прям совсем. Итак, у меня здесь плотность единичка, если кому это интересно. И я связала 50 петель. Это у меня вот сам образец, то есть от вот этого рубчика до вот этого рубчика. Здесь 50 петель и в высоту 70 рядов. Это, в принципе, такой нормальный образец. Более или менее, мне кажется, больше моей руки. Хотя рука у меня не очень маленькая. Принципиальный момент. Вот, естественно, вот в таком виде мотки. Главное, потянулась за дальним, хотя у меня здесь есть ближе. Ну ладно, логика, конечно, у меня железная. Естественно, из таких мотков вязать невозможно. Нужно, именно на машинке, нужно обязательно перематывать. Поэтому вот у меня тут стоит моталка. Я перемотала уже два моточка. Один у меня в машинке сейчас, у машинки стоит. Второй вот только что. И осталось два. Решила сначала снять для вас видео, потом перемотаю. В общей сложности 400 грамм. На образец ушло, наверное, грамм 10. Но, в любом случае, все равно мне хватит. Потому что, во-первых, у меня футболка. Во-вторых, у меня 400 грамм это больше 1600 метров. А 1600 метров это вообще прям на полноценное изделие. А у меня только футболка. Итак, значит, что я сделала. У меня здесь есть вот футболка. Не буду ее прям полностью расправлять. Я думаю, вы видите. Я ее просто измерила. И по этим замерам как раз все посчитала. Вот калькулятор. Прямо здесь все считала буквально час назад, наверное. Все это посчитала, все записала. И у меня возникла вот такая сложность, с которой в принципе я сталкиваюсь уже не первый раз при вязании на машинке, вот на лкашке 4 класса. Дело в том, что там всего 150 игл. Значит, по ширине может быть полотно в 150 петель всего лишь. Чем это чревато? У меня получилось, что ширина вот этого полотна должна быть 158 петель. Но я 158 просто чисто физически не смогу туда вместить на 150. Вы сами понимаете, тут элементарная математика. Поэтому я решила сократить до 150. Но я думаю, что тут это ничего страшного. Это всего лишь футболка. Естественно, если бы это был принципиальный момент, то мне бы пришлось делать из двух частей эту футболку. Хотя вот я сейчас думаю, может быть, это и неплохой был вариант из двух частей. То есть связать сначала левую половину переда, потом правую половину переда и то же самое со спинкой. И посередине просто будет такой шов. Какое-то время назад такие изделия с швами были довольно популярны и часто вязались. Но что-то я вот не решалась все-таки на такие изделия. Но мне кажется, что это не будет моей первой попыткой. Поэтому пусть это будет обычное стандартное полотно. Пусть немножечко поуже, чем я посчитала. Но я думаю, это не настолько страшный момент. Как я вообще набираю? Видите, у меня здесь бросовая нить. Я точно так же буду набросываю нить сначала начинать вязание. Потом уже у меня будет основная нить. Это вот эта жемчужная от пехорки. У меня уже на машинке полотно. 94 ряда я провязала. Мне всего нужно 118 дупрой. И просто хотела показать, какое оно широкое. Здесь 150 игл, то есть 150 петель. Здесь какой-то дефект. Не могу понять вообще, почему он образовался. Ну ладно, я потом выправлю уже в готовом полотне немножечко. Итак, у меня здесь есть бросовая нить. Я ее потом, естественно, уберу. Не знаю еще, как буду обрабатывать низ изделия. Это пока для меня такая загадка. Я, как правило, решаю такие моменты в конце. И просто хотела в очередной раз показать, какое потрясающее полотно получается. Вот это сочетание вискозы и хлопка. Очень красиво смотрится. Вот эти блестки, блеск, вернее, вискозы. И матовость хлопка, не знаю, меня прям завораживает. Очень красиво смотрится. Я уже сделала проймы. У меня здесь была жесткая вообще авария. Зацепилась вот здесь вот петля за иглу. И вот это вот все. Даже тут чуть больше было рядов. Это все зацепилось. Это все тут съеживалось. Видно, что здесь не очень ровные петли. Это я все возвращала на место и убавила, получается, по 6 петель с каждой стороны. Убавки мои выглядят вот таким образом. Если вдруг кому интересно, со 119 ряда я начала делать убавки. и получается вот эта справа-левая сторона всего по 6 петель с обеих сторон, то есть минус 12. Вот видите, у меня тут много ниточек. Это то, что я распускала. И еще один эпик фейл у меня случился. Смотрите, это кошмар. Вот в такие моменты я понимаю вообще, почему я делаю такие большие перерывы между вязанием на машинках. Потому что вот такое очень сильно раздражает. Ну что, буду сейчас это чинить. Выглядит это, конечно, ужасно, но почему бы не показать в том числе и всякие ошибки, которые получаются во время вязания. Что я сейчас сделала? Максимально близко подняла вот эти петли и сейчас буду просто их провязывать вручную. В принципе, тут особо ничего сложного. Мучилась-мучилась, все это поднимала, но в итоге решила распустить до вот этого момента. Потому что, видите, очень стянуты петли получились. В полотне в лицом будет очень хорошо это видно с той стороны. Поэтому, не знаю, решила все-таки распустить. Сейчас исправляют вашу ужас. Главное не забывать ряды, возвращать на место. Иначе получится, что уйду дальше, чем по факту провязала. Ну что, поехали распускать. Закончила я спинку и она очень сильно не похожа на то, что должно быть по факту. Видите, она очень короткая и очень широкая. Но я надеюсь, что все-таки я правильно все рассчитала. Сейчас, по идее, полотно должно отлежаться и только после этого его стирать. Ну вот, надеюсь, я выдержу. Смотрите, вот это вот то, что на изнаночной стороне я говорила. Вот это вот дефект какой-то. Ну ладно, пока оставлю, пока его не трогаю. И вот здесь вот тоже есть небольшой такой дефектик. Видимо, затянула немного нить. То, что видите, на протяжении больше, чем половины такая вот как рядность. Это как раз из-за того, что натяжение неровное. Ну, короче, я немножечко начала переживать, потому что это совсем не то. Хотя для машинки вообще это нормально, когда полотно совершенно не похоже на то, которое по факту будет потом уже после стирки. То есть полотно до стирки вообще не похоже на полотно после. То, что видите, оно очень сильно растянуто было. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. У меня небольшое включение. Я хочу вам показать итоговую спиночку и хочу показать размеры относительно футболки, которую я измеряла в самом начале вообще работы над этим проектом. Я думала, что очень сильно у меня будут разниться результаты моего вязания. Но вот примеряю и на самом деле, ну, считайте, что здесь разница минимальная. Вот она спинка, да. Если считать, что у меня еще здесь будет резиночка, скорее всего, ну, какая-то обработка я еще пока не решила, то вообще идеально и по ширине идеально получилось. Наверное, все-таки немножечко образец мне наврал. Чуть-чуть, да, то есть получается по ширине даже несмотря на то, что я убирала 8 петель, у меня все равно ширина сошлась. Ну, здесь просто нужно выровнять. А вот по высоте немножечко, чуть-чуть мне нужно было побольше рядов связать. Но ничего страшного на самом деле. еще я, конечно, футболку взяла на измерение ту, которая такая, ну, не очень длинная. Ну, ничего страшного. Попробуем все хорошо. Вот здесь вот по скосу тоже все хорошо. Здесь тоже все прекрасно. У меня здесь будет тоже обработка, поэтому, ну, тут есть такое ощущение, что широковато. Вот здесь вот горловина на спинке, но нет, все хорошо. И сейчас я вяжу уже перед. Вот у меня уже перед на иглах. И хочу показать один такой момент, поскольку я вяжу из моточков, да, вот у меня один моточек. Но на самом деле в бобинной пряже тоже такое бывает. Узлы, да, я сейчас об узлах хочу поговорить. Вот здесь вот у меня я увидела узел. Вот он. Увидела я его в моменте, когда проводила каретку. И вот здесь вот прям передо мной была нить. И, соответственно, этот узел прям вот мне в глаза, грубо говоря, на глаза попался. Что я сделала? Я нить немножечко потянула на себя, вытянула, так сказать, и продолжила вязать уже нитью, который идет после узла. Таким образом, у меня вот этот узелок остается с краю. И я его просто потом уберу и спрячу в шов. Поэтому все будет хорошо. И не получится так, что узел прям на полотне. Если такое получается, то, естественно, я распускаю до края. Ну, посмотрю, какой ближе. Распускаю до края и оставляю узел, естественно, с края полотна. Ну, здесь уже проймы вывязаны. Скоро я доберусь до вязания горловины. Это у меня 170 ряд будет. Ну, а там уже и конец работы. Всего у меня 202 ряда на этом полотне. Поэтому совсем скоро закончу, я думаю. Возможно, вот эта часть будет еще интересна. Наверное, побольше части интересно будет тем, кто на машинке не вяжет и плохо вообще представляет, как выглядит полотно после машинного вязания. Так вот, смотрите. Это полотно уже после стирки. Это полотно я только что сняла с игл. Игл. Они по высоте и по ширине одинаковые. Вы видите, какая разница? Разница просто колоссальная. Во-первых, по высоте. Ну, видите, да, здесь, ну, понятное дело, закручивается немножко полотно. Но... Так, поехала немножко. Ну, здесь сантиметров 5 разница. Постаралась максимально ровно разложить. Это разница, вот она. Разница по ширине. То есть, здесь у меня два полотна. И вот какая... То есть, тут разница больше, чем в мою ладоню. Вот так вот выглядит вообще полотно сразу после снятия с машинки. Единственное, у меня здесь какой-то вообще косячок. Еще это перед, не знаю. Я на стирку, конечно, не уповаю, что она это исправит. Но даже если не исправит, ну, будет полоска. Ну, и бог с ней. Ничего страшного. Это что-то с натяжением у меня было явно. Что-то... 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 Нехорошо получилось с натяжением. Но ничего страшного бывает. У меня тут получился не очень глубокий вырез. Но это такой у меня и на футболке, с которой я это все измеряла. Пусть немножечко полежит, вечерком постираю. И потом уже буду, наверное, сшивать. А может быть и нет. У меня же еще рукава. Ну, короче, я подумаю, что еще делать буду следующим этапом. И вам обязательно расскажу. Я хотела показать, как я сделала рукава. Но так увлеклась процессом, что это уже второй рукав. И я практически его заканчиваю. Значит, что я сделала? Я выдвинула нужное количество мне игл. Ну, естественно, они в процессе первого рукава корректировались. Ну, количество корректировалось. В общем, вытащила все иглы и просто навесила. Это у меня получается скос плеча. Я навесила просто вот этот скос. Вот у меня перед. Вот у меня спинка. Я их сшила вот здесь вот по плечу. И вот это место, где окат рукава, я навесила на иглы. У меня получилось 36, 0, 36, 72 петли. И я частичными рядами увеличиваю количество петель провязанных. Вот у меня получается такой окат. С другой стороны я уже рукав сделала. Сейчас покажу. Вот с другой стороны рукав. Немножечко в перевернутом виде. Но пока у меня полотно на иглах не могу показать иначе. Вот. Получается шли так, 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 так. У меня петли от красивого здесь получилась. Вот здесь как-то не очень, конечно. Но я немножко подвытяну петли и, надеюсь, разровняется. Вот. Не знаю, что по длине, потому что как-то не знаю пока, какие рукава хочу по длине. Но здесь у меня просто бросовая нить. Я ее даже не закрывала. То есть вот тут. Вот тут не закрыты даже петли, видите? Короче, все это постираю. Уже потом буду решать. У меня уже возникли некоторые идеи по поводу того, как обработать низ. Может быть, как раз идейками и воспользуюсь. Ай. Немножко. Опа, опа, опа. Немножечко зацепилась. Ладно, буду доделывать рукав. Наверное, потом снова постираю. И потом уже буду решать, что делать дальше. Не помню, какой этап я показывала последний. Но у меня уже вот перед и спинка даже соединены. Я даже это все примерила. Но в итоге мне оказалось мало длины, как я и предполагала. Я честно попыталась довязать вниз на спицах. Вот у меня тут даже спицы. Здесь два или два с половиной. У меня была просто такая идея. Она именно со спицами связана. Но она канула в лету. Поэтому я решила все полотно... Ну, сначала спинку, а потом перед. Или у меня, по-моему, перед сначала. Не важно. Короче, постепенно все это вернуть на машинку. И вот вяжу. Я уже отвязала вот сколько... 20 рядов. Ну, конечно, сложно полотно было натянуть обратно на машинку. Не очень хорошо это все у меня шло. И еще я ступила. У меня было вот до вот этого момента два полотна перед и спинка были соединены. И я что-то ступила. Не догадалась их сразу разъединить. У меня здесь так все было натянуто. Иглы аж прям скрипели. Ну, в общем, здравый смысл в итоге пришел ко мне в голову. И я догадалась распустить. Кстати, шов, на мой взгляд, очень классно получился. Видите? Такой ровненький. И вот это вот рукав. Ну, естественно, перевернутый. Немножко рукав у меня, конечно, оказался узковат. Но, думаю, ничего страшного. В принципе, терпимо. Ой, как желтит, кошмар. Буду сейчас довязывать. Не знаю, сколько рядов. Наверное, рядов 50 в общей сложности добавлю. И закрою как-нибудь самым обычным способом. Довязала я низ переда и спинки. И уже закрыла петли. Тут такое ощущение, что немножечко валанчиком идет полотно. Но, на самом деле, после стирки все будет нормально. Все вот здесь вот вытянется вниз как раз. Петли натянутся, и все будет окей. Я уже даже обработала один рукав. Вот так решила сделать. Вывернула просто изнаночную сторону. Отметила ряд, который я буду использовать в качестве соединительного. И вот так вот аккуратненько все здесь прикидлевало. Мне осталось убрать вот эту вот вспомогательную нить. И все будет отлично. Второй рукав доделываю. Сейчас вот уже вспомогательную нить вшила. Сейчас переделаю вот здесь вот шовчик. Потому что если просто вывернуть наизнанку, шов будет с этой стороны. А, как видите, на вот этом рукаве все уже здесь переделано. Вот видите, вот шов здесь, а здесь нет магии. Переделаю здесь шов. Ну, там немножечко 13 всего рядов. Прикитлюю и останется у меня горловина. И все пойдет потом в стирку. Пока не знаю, что буду делать с горловиной. Но, скорее всего, наберу петли по лицевой стороне. И привяжу несколько рядов лицевой гладью. И с изнаночной стороны просто прикидлюю. Будет такой рулик, который у меня очень часто на многих изделиях присутствует на горловине. Все, и стирка. На самом деле, я хочу сказать, что я просто в восторге от этой пряжи. Она потрясающая на ощупь. И очень хорошо себя ведет после стирки. И очень мягкая, нежная. И, не знаю, мне кажется, на такое демисезонное время прям супер вот эта пряжа. Не знаю, как на лето. Может быть, жарковато летом. Мне еще нравится, что она такая пластичная. Если замочить на часик, на полтора в кондиционере, то вообще это кайфушное полотно. И, кстати, вот до-после разницы. Но это, понятное дело, машинное полотно. Мне кажется, при вязании руками на спицах вряд ли такая будет разница. Но вот видно прям вот эта граница. Здесь оно такое прям шелковисто. Здесь пока еще такая дерюшка. Понятное дело, что это не шерсть, не разбухает, ничего. Но мягкость, хлопку все-таки вот этот кондиционер и замачивание в кондиционере все-таки придает. Итак, я с этой стороны постараюсь вставить видео, где я красуюсь и показываю вам эту футболку. Давайте расскажу, наверное, о основных параметрах. Вязала я на машинке LK Silver Elite LK 150. Это машинка четвертого класса. Плотность была первая. Хотя спокойно на самом деле можно взять и один плюс, и два минус. Спокойно тоже можно взять, потому что не все петли хорошо провязывались. Приходилось вручную петли провязывать иногда, потому что они на иголочках так нависали. Но я не хотела сделать плотнее вязание, потому что... Почему я не хотела делать плотнее вязание? Не знаю, потому что эта футболка мне не хотела, чтобы она была просвечивающей. Но, в принципе, чуть-чуть... Ну да, наверное, чуть-чуть посвободнее ее связать можно, ничего страшного. Итак, на вот эту вот футболку ушло, можно сказать, три мотка. Чуть меньше трех мотков. Размер у меня 44-й. Она довольно свободная. Не могу сказать, что она прям оверсайз. Но и не прилегающая. Мне в ней очень комфортно. Ушло меньше 300 грамм. У меня был образец довольно большой. Я вам его показывала, наверное, надеюсь. И у меня еще небольшой кусочек, небольшой моточек остался. Я его буду использовать в еще одном своем проекте. Всего у меня было 4 мотка. Четвертый я подарю одному человеку, который тоже очень любит эту пряжу. Напоминаю, эта пряжа пихорка-жемчужная. 50% хлопок, 50% фискоза. И давайте, поскольку я уже в этой футболке хожу, уже не первый день, я могу сказать вам о своих впечатлениях. Во-первых, безумно приятно к телу. Потому что полотно не стоит колом. Видите, оно такое вот, не знаю, струящееся. Оно не принимает никакую форму. Оно вот такое вот все. Но идеальное, короче, для летних и демисезонных изделий. Идеальная вот такая вот пряжа, на мой взгляд. Мне очень понравилась фактура. Да, я показывала в одном из кусочков. Ну, вот здесь тоже видно. Видите, такая фактура полотна, когда перекликаются, перевиты друг с другом. Две абсолютно разные по фактуре, по тактильным ощущениям, по внешнему виду пряжи. Такой вот хлопок, он у нас матовый и блестящая такая вискоза полотно. Получается очень красивым, очень необычным. Про свои тактильные ощущения сказала. Давайте расскажу, наверное, про реакцию тех, кто видел эту футболку вживую. Все очень удивлялись, во-первых, что это пихорка. Потому что пряжа реально выглядит, ну, как-то, ну, прям, прям круто. Может быть, в этом цвете я не видела, в других цветах. Хотя нет, я видела Олеся, моя Олеся Корешова. Она вязала несколько изделий. И вот одно из них было в... В одном из них она была в видео нашем вязании в большом городе. Я внизу в инфобоксе постараюсь вставить ссылочку на видео. Там у нее с одной стороны черная, с другой стороны белая. Такая крючком связана. Очень классная. Мне тогда, я помню, понравилась идея. Вот как раз, оказывается, связана она была из пихорки жемчужины. В общем, все, кто не видел, во-первых, цвет, да. Цвет потрясающий. Очень правильный, приятный, голубой. Я получила просто комплименты от всех, кто меня видел в этой футболке. Поэтому я считаю, что это успех. Еще такие моменты я не рассказала, по-моему, про горловину. Может быть, вскользь вспомянула. Я уже, честно говоря, немножечко подзабыла. Последний эпизод снимала где-то неделю или полторы недели назад. Вот, что я сделала? Я набрала петли из горловины. Она у меня была необработанная, да. Я подняла с лицевой стороны петли, провязала несколько рядов. Я люблю маленькие такие рулики. И на изнаночной стороне я просто парикетливала. Рукава и низ изделия у меня тоже. Это было одно полотно. Я не уменьшала плотность, а просто подвернула. Даже не отпаривала, по-моему. Просто подвернула и просто парикетливала. Вот так вот, на мой взгляд, очень классно получилось. Единственное, я немножечко косанула, скажу честно. Рукава я прикетливала уже после стирки. А низ изделия я прикетливала еще до стирки. И получилось так, что у меня немножечко низ изделия фалдит. Сейчас покажу. Вот, видите, получается, что немножечко вот здесь вот такая, как юбочка. Но у меня бедра не маленькие, и я допускаю это такой вот такой косячок небольшой. Это не будет так сильно видно. Но, с другой стороны, если меня это очень сильно будет коробить, я всегда смогу распустить. У меня еще немножечко пряжи осталось от третьего моточка. И просто заново постираю, прикетлюю уже по постирному полоту. Все будет нормально, тип-топ. Я думаю, это все. В общей сложности кусочки, наверное, по времени много займут. Поэтому еще раз скажу, что я безумно рада вообще вот этой футболке. Она у меня получилась очень спонтанной. Еще отдельное спасибо хочу сказать моей Юле Санжаревской. Ник у нее в инстаграме, руки оттуда. Спасибо большое за идею, потому что мы как-то переписывались в нашем чатике. В общем, с девчонками из вязания в большом городе. И я говорила о том, что не знаю вообще, что вязать. Я вроде как хочу футболку. И хочу связать футболку именно из этой пряжи. Но не знаю какую. Нужна какая-то фишка. И Юля мне подкинула как раз идею с вот этим отворотом. И она мне очень понравилась. И на мой взгляд, это идеальный вариант. Такой вот новый для меня. Вариант отделки. Потому что резинку мне не хотелось. Подворот, который на лицевую гладь. То есть назад, да. На изнанку мне тоже как-то не очень хотелось. А это что-то новенькое и что-то такое, какая-то фишечка. Именно как раз об этой фишечке я тогда в чатике нашем говорила. И именно эта фишечка и стала фишечкой моей вот этой футболки, моей вот этой работы. Поэтому, Юль, спасибо тебе большое за вот такое вдохновение. Я думаю, что именно из-за этой идеи твоей и пошла работа так слаженно, так быстро. Чему я очень рада. И очень рада, что смогу носить сейчас эту футболку. Потому что сейчас уже весна, но не очень теплая. И как раз такое демисезонное время, как раз можно спокойно носить такие изделия под какое-нибудь теплое пальто. Например, как я сейчас и делаю. Еще раз скажу спасибо магазину Мир Вышивки. И у меня еще осталось, наверное, два или три вида пряжи. Два, наверное. Нет, три. Три вида пряжи из этого магазина. Я тоже буду обязательно вязать что-то из этой пряжи. Обязательно вам все покажу. Поэтому следите за моими видео. У меня еще такое вдохновение. Я сейчас очень часто стала снимать. Надеюсь, вас это радует. Потому что меня это очень сильно радует. И на этом это все. Если вы вязали из пехорки жемчужной, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. В комментариях желательно со ссылками на свои инстаграмы. Потому что я с удовольствием вообще всегда смотрю на работы других из той же пряжи, из которой вязала я. Мне кажется, это прикольно. Видеть из одной и той же пряжи, как человек увидел эту же пряжу, особенно этот же цвет, в какой-то другой задумке, в каком-то другом изделии. Поэтому не стесняйтесь, делитесь внизу в комментариях своими впечатлениями, в том числе и впечатлениями о носке. Потому что я, понятное дело, ношу эту футболку совсем недолго. Если у вас опыт год, два, три, десять, ну десять, наверное, не знаю, была ли я в продаже пряжа 10 лет. Но, в общем, в любом случае, все отзывы я предлагаю вам написать внизу в комментариях. А на этом буду с вами прощаться. Благодарю вас за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока!